Ну что, друзья, надеюсь, что у меня получится, хочу... Сейчас открутил эти пять болтов. Сначала снял крышку, вот эту крышечку снял, 6 болтов и хочу вот эти пять сейчас снять и попробую сделать супер 16 все-таки одну из своих камер. Посмотрим, что у нас получится. Ну а так примерно начал делать, до отметки вот начну там точить, пока по грубому, а потом буду постепенно уже вымерять и точить, вымереть, точить. Посмотрим, что получится. В общем, пилить буду до края вот этой бороздочки, потому что 12,5 у нас даже больше, чем эта бороздочка, но я до нее допилю, как бы ее спилю и все. Так я хочу. Посмотрим, потом по мерям сколько будет. Вот так вот представляю пленочку, смотрю. Перфорация уже вся видна у нас на просвет. Раньше она была спрятана. Еще какое-то окно есть. Единственное, нужно его очень хорошо выровнять, но не залезть за вот эти грани туда и сюда, потому что будет кадр на кадр налазить. Вот тут чуть-чуть справа у меня еще надо вообще доли миллиметров снять, но не переборщить, иначе залезу на другой кадр. И сверху чуть-чуть, там какие-то 0 0,3 миллиметра, 0,2 даже. Немножечко заходят. Есть немножко благородчики тут. Сейчас попробую кинуть на сканер, посмотрю, как получилось. Конечно, так визуально вроде ничего, а на самом деле оно потом вылезет, конечно же. Надеюсь, с небольшими погрешностями. Так, вот он наш кадрик. Не знаю, видно, не видно. На сканере надо посмотреть. Сейчас перфорацию кинуем на эту сторону. Так, вот у нас с пленкой. Перфорация, вернее, с той стороны. Немножечко снял как бы фаску здесь, чтобы не царапало пленку. Все делал вот этим надфилем. Вот такие. Конечно, не алмазные, но края вот здесь вот тупые, для того, чтобы не залазить случайно. Это все вот этим надфильком попробую. Ну ладно, посмотрим. Если что, у меня еще одна есть. У меня их 4 эти камеры, поэтому мне не жалко, если что. В общем, примерно так получилось. Тут какая-то вот бяка. Надо будет пошлифовать максимально. Наверное, пасты Гои у меня нет. На зубной пасте, наверное, просто пошлифую всю эту площадочку. Как бы собрал, но еще барабан не собрал. Нам нужно на 1 миллиметр вот это вот двигать вправо. То есть, относительно, смотрим. Так как окошечко, я сюда увеличил на 2 миллиметра. Значит, это нужно на 1 миллиметр сюда подвинуть. Для этого я выкручиваю болты, чуть-чуть поверну и сделаю метку где... Ну, старую метку как бы. И относительно нее на 1 миллиметр нужно будет передвинуть и новые нарезать дырки и резьбы. Было бы еще неплохо вот, наверное, вот эту передвинуть немножко вправо. Наверное, тоже где-то на... Наверное, на полмиллиметра уже. Не знаю, как это сделать. Будем думать как бы. В всяком случае, сегодня я не сделаю ничего. Потому что сверлить я не буду. Дам специалисту. Вот такой вот оптюратор зеркальный. Красногорский. Имеет угол раскрытия 150 градусов. 75 и 75. Так, ну, в общем, на зуме возможно, что края не попадут. Вот я сейчас сфокусировался в телережиме. А вот у нас на широком угле впритык, прям впритык, может быть, полмиллиметра перекрывает. Поэтому нам обязательно нужно сдвигаться на миллиметр. Да, нам нужно сдвигаться на миллиметр, потому что он как раз чуть-чуть, может быть, перекрывает это изображение. Но так как оно у нас сдвинуто, то есть, возможно, что оно сюда немножко сдвинуто. Потому что перекрывало раньше 10-миллиметровый этот размер. 3х4. А сейчас 16х9. Он будет, во всяком случае, углы, я так думаю, будут черные. Поэтому нужно, в любом случае, сдвигать байонет вправо на 1 миллиметр. Так как у нас на 12, то есть 10 с чем-то он был там. Так как его был размер 10,05, стал 12,52. Ну, даже больше, чем на миллиметр. Нужно на миллиметр и 2,25 нужно сдвигать вправо. Ну, это в идеале. Хотя, я думаю, на миллиметр будет достаточно. Просверлить дырочку вот там где-нибудь. И повернуть весь байонет немножечко. Это неважно, там, на небольшой угол. Просто посверлить там рядочком дырочки. Тут и тут. Здесь, наоборот, идет внутрь немножко. Возможно, нужно будет байонет скрутить немножко. Таким вот образом. Он был так. Свернуть так. Объективе там регулируется, можно подрегулировать потом. Угол тоже. И вот туда сдвинуть чуть-чуть. И вот туда сдвинуть чуть-чуть. Вот так вот. Потому что здесь, когда надо двигать, то здесь не так будет существенно заметно по углу, чем здесь. Ну, может, конечно, и на трех держаться. Но в таком положении, думаю, будет идеально. Передвинуть его немножко туда. Окошечко вырезал под супер-16. Ну, не знаю, будет царапать или что. Это уже будет после видно. Но пока работает. Пока работает. Ничего не заедает, не выпрыгивает. Тут немножко поджал прижимной столик. Слабенько был. Расслабил этот винтик. И отсюда подтолкнул вперед. Там есть такая... Тоже болтик такой большой шляпкой. Немножко прижал столик и зажал этот болтик. Там внутри пружиночка, так что хватает. А еще... Значит, под вот этот вот... Нет. С другой камеры, в общем, подложил шайбочку. Шайбочка где-то 0... 0,3 миллиметра. Шайбочка с той камерой. Хотя она... Еще вот, ну, я устанавливаю там вообще... Я самопальную сделал 0,8. Даже не шайба была, а что-то такое яйцеобразное. Ничего не работает. А здесь жевала немножко пленку. То есть, был барабан немножко вниз, уходил. И шла на изгиб пленка, и потом била мимо перфорации свои себе эти. Так, вот он наш. Я там фасочки снял. Не торопал пленку, потому что изображение будет. Если раньше по перфорации шло, то не страшно. То, что с объективами типа от фотоаппаратов с М42, конечно, не будет углов, никаких затемненных. Потому что там большое поле свечения. А тут очень маленькое. Очень маленькое и прям миллиметр имеет значение. И еще под этим заменил поролон. Он там рассыпался и смазал его. В общем, смазал маслом. Он должен как бы постоянно подпитывать этот вал центральный. Это я прогонял пленку, которую уже 150 раз прогонял. И даже порванная перфорация здесь есть. Она прошла нормально и не цеплялась самими перфорационными этими. Перфорации вот за верхние. Потому что там уже получается как окошко. Перфорация не цеплялась. Ну, значит, я думаю, что будет нормально все. Смотрю. Царапины так, конечно, не увидишь сразу. Но вот здесь вот видно. Перфорацию било рядышком. То есть как... Это было раньше. Не на этой же камере. Ага, вот он здесь ниже бил. Чуть-чуть ниже получается. Потому что входящий... О, смотрите, сколько. А сейчас проходит нормально. Ну, это не эта камера. Но была вот эти бирки другая. Ну, там я тоже и там где 08 добавил. Там вообще. Уходило так, что пленка так заходила. Таким клоном. В общем, крутилась. Так что если у вас немножечко... Кодек нормально, кстати, проходил почему-то. Не знаю. А вот наши пленки, которым по 40 лет, они или уже жесткие стали, или хрупкие. Ну, в общем, рвались. Страшное дело. Так что, если вал немножко опущен... А он должен быть почти... Вот если винты вот эти два выкрутить... Он должен быть почти на уровне. Чуть-чуть на там... Меньше миллиметра там. Ну, почти на уровне должен быть. А он у меня был утоплен сильно. Не, не миллиметр. Миллиметр это сильно много. Буквально там, наверное, 0,2-0,3. По штану энциркулю замерить. Не должен быть ниже, вернее. 0,3, я так думаю. Потому что будет жевать. У меня было аж на 0,9 вниз. Я 0,8 добавил и стало нормально. Декоративную вот эту вот планочку буду клеить на двусторонний скотч. Девушки отдых olhar. Я попробую, чтобы подкрыть. Я просто защищал. Вместо которой надо было приготовление. Мне кажется, я повторюсь вам попробовать. Я хотел наш доскиданить. Распределяем. Я так, как вам приходится. Я будуose как бы написать. ну и все что нужно учитывать при съемке что тут хоть хотя мы эту сторону вырезали да на самом деле у нас период изображение поэтому мы правую сторону немножко видеть не будем когда снимаем поэтому нужно учитывать что у нас с правой стороны находится как бы так виртуально себе добавлять это к изображению которого мы не видим который но которая будет потом в итоге на пленке будем еще снимать сначала сниму конечно на какую-то просрочку с перфорацией посмотрим результат а потом уже на фуджи или на кодек все всем пока хорошего вечера или дня чего там ночью добра счастья улыбок ребята подписывайтесь и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видосики